Всем привет! С вами Леонид Бугаев, автор передачи, которая называется «Мобильные бестселлеры» и автор книги «Мобильный маркетинг». Сегодня у нас в гостях Антон Вдовиченко, CEO компании «Вольтмоби», разработчик таких интересных клиентских приложений, как «Якитория» и очень интересный проект для компании «Линкс оф Лондон» – производителя и продавца ювелирных изделий. Об этом как раз я и хочу сегодня поговорить. Привет, Антон! Привет! Я хочу поговорить про деньги и про возможность продаж, которая существует в приложениях. Я знаю, что как раз ваши приложения умеют продавать, и можешь ли ты рассказать, что вы продаете, и есть ли в этом не только виртуальные товары, но и физические? Да, безусловно. Я хотел бы рассказать «Вольтмоби» – это ювелирная марка, которая продает золото, серебро и украшения из платины. Мы продаем их при помощи системы PayPal из приложения в телефоне. Вы можете купить как один из нескольких тысяч товаров, так и сделать некие товары внутри приложения и там же их купить. А скажи, пожалуйста, при этом доставка – это не ваша ипостась, то есть это уже вопрос клиента, который решает это самостоятельно, скажем так? Да, доставка, адрес доставки, он передается через PayPal, это очень неудобно сделано. Вы можете при помощи PayPal получить адрес доставки и отправить туда то, что клиент купил. Магазин получает этот адрес. В разговоре с тобой мне было очень интересно услышать, что ты наставишь на том, что PayPal – это самая удобная система приема платежей для людей, которые продают физические товары. Вот почему ты таким образом разносишь именно физические товары и виртуальные товары, которые мы привыкли видеть в формате Inopurchase? Ну, дело в том, что виртуальные товары невозможно продать при помощи, физические товары, прощу прощения, невозможно продать при помощи Inopurchase. Это правило Apple. Даже если вы согласны пожертвовать третью прибыль, вы не сможете продать, там, стул к вашему клиенту при помощи напечатки из приложения. Вы можете продать пульки, но вы не можете продать пиццу. Поэтому, если вы продаете что-то физическое, вы обязаны использовать какие-то другие системы, или банковские платежи, или PayPal, как я сказал, или наличные, для того, чтобы клиент смог оплатить ваш товар. А скажи, при этом роль Facebook или других крупных, скажем так, игроков, которые в какой-то момент могут прийти и сказать, ребята, у нас новая виртуальная валюта, и Apple в этот момент будет вынужден, например, каким-то образом, ну и не только Apple, но и Google, и другие платформы, переигрывать, скажем так, свои правила. Возможен ли такой вариант развития событий, когда приходит новый игрок на рынок приема платежей? Я думаю, вполне. Facebook – это серьезная платформа, которая рассматривается на одном уровне с Apple. И Amazon – серьезная платформа, которая рассматривается на одном уровне с Apple. Я сильно сомневаюсь, что они смогут прям очень сильно диктовать правила для Apple, но, тем не менее, любое появление чего-то подобного возможно. Говоря про психологические ограничения, мы недавно со студентами британской школы дизайна делали занимательное тестирование. После того, как я спросил у них, сколько денег они готовы потратить, они сказали 100. Я думал, в абсолютной уверенности, что они готовы потратить 100 долларов на покупку внутри мобильного телефона. Оказалось, что они готовы потратить 100 рублей, не больше. Вот по твоему мнению, как отличаются эти пороги психологические у российского покупателя внутри мобильных приложений и у зарубежного? Вот есть ли какие-то... Ну, я думаю, что это очень сильно зависит от степени доверия, во-первых, тому, у кого ты покупаешь, а во-вторых, от персонального человека. Западные потребители, они очень активно покупают при помощи мобильных телефонов, и у них рынок страшно растет. Гартнер пишет, что американский рынок вырос на 68% по сравнению с прошлым годом. За год. Мобильных покупок, только через мобильные телефоны. У нас, вот я недавно делал статистику, вообще продаж смартфонов у нас в стране, у нас приблизительно 1% рынка по продажам смартфонов. У нас этой культуры как таковой нет. Ну, у нас нет, так сказать, доверия, что я могу взять свой мобильный телефон и через него что-то купить, мои деньги куда-то каким-то чудесным образом перекочуют и мне что-то привезут. Поэтому люди, которые покупают, они или покупают что-то очень недорогое, ну, порядка там нескольких тысяч рублей, может быть, максимум, что-то, за что им не страшно, вот, или они используют просто другие альтернативные проверенные методы. Например, там, оплата наличными, это проверенный метод. Вы не получаете чего-то, пока они заплатят деньги. Западные покупатели спокойнее к этому относятся, и со временем стоимость, которую они могут заплатить, она растет. То есть, я хочу сказать, что на примере Links of London, вот, ювелирного магазина, купить что-то там за 100 фунтов или 100 фунтов, ну, 5000 рублей, никаких проблем. Покупать. Это реально. Из приложения. А при этом ты говорил о том, что у вас есть замечательная история про 3600, если я правильно запомнил эту цифру фунтов. Конфигуратор подарочных украшений, которые никто по-прежнему не покупает, просто, видимо, из-за очень высокой планки. И для меня возникает вопрос, где тот порог, опять же, между 100 фунтов и 3600? Каким-то образом вы снижали, возможно, с клиентом, ну, эту цифру, чтобы определить, где психологически уже все стоп, не могу позволить себе потратить эти деньги? Я могу сказать вот что. Там вот этот конфигуратор, о котором мы говорим, это конфигуратор браслета. И самый дорогой вариант, он стоит 3900 фунтов. В моей памяти его никто не купил. Но там были браслеты, которые стоили и дешевле. Их покупали, они стоили там порядка 200 фунтов. Вот, их можно было купить. Где находится точно эта грань, сказать сложно, потому что она перемещается во времени в сторону увеличения. И чем дальше мы живем, тем люди становятся увереннее, тем они охотно тратят. Охотнее. Ну, и плюс покупка через мобильное приложение каких-то товаров, она по-прежнему остается для некоторых людей чем-то, неким волшебством. Им приятно зайти в мобильное приложение, что-то там построить, нажать, купить, и им это привезут. Вот, поэтому, вот, на моем опыте я могу сказать, что слишком дорогие вещи не покупают. Вещи, которые находятся в среднем ценовом сегменте, покупают спокойно. Без особого рвения, но тем не менее покупают. Вот, говоря о тебе, как о человеке, например, какие вещи ты, может быть, уже как продвинутый пользователь мобильных устройств, уже покупаешь в своей жизни? Ой, я покупаю очень много всяких разных вещей. Начиная от каких-то гаджетов и заканчивая Amazon Web Services, какие-то виртуальные сервисы. Я уже свыкся с системой электронных платежей, и для меня, в общем, не составляет никаких проблем потратить тысячу евро, купив что-то нужное при помощи карты или какого-то другого средства платежа, например, PayPal. Мы часто покупаем что-то на eBay, на аукционе. Какие-то вещи можно купить при помощи PayPal, опять же, в каких-то европейских магазинах. Я вот в последний раз не помню, когда у меня что-то возникло такое, что меня остановило от того, чтобы что-то купить. И, естественно, есть некая категория товаров, которые купить нельзя. Например, как мне кажется, я не могу купить машину через мобильное приложение. Или я не могу купить какой-то товар, который мне хотелось бы посмотреть или потрогать. Но, тем не менее, если я знаю, что я получу, я потрачу деньги спокойно. Я думаю, что это один из ключевых факторов, когда ты четко понимаешь, что ты получишь. То есть, ты подписываешься. Да, я готов с тобой вступить в дискуссию, наверное, потому что на эту тему очень интересный диалог у меня был с владельцами интернет-магазинов в Екатеринбурге, которые говорили следующее. У нас есть физический магазин, где мы продаем, например, Hi-Fi, аудиотехнику. И у нас есть магазин, в котором мы предлагаем 10% скидку, потому что мы там вроде бы как вынуждены конкурировать с другими людьми, которые не имеют физического магазина. Человек приходит к нам в магазин, выбирает технику, потом приходит и заказывает ровно этот же продукт, но по телефону со скидкой в интернет-магазине. И меня спрашивают, как нам быть, как нам конкурировать в этом жестоком интернет-мире. Мне кажется, что когда человек четко принимает решение о покупке конкретной коробки, то скорее он выбирает как раз уже наиболее быстрый и надежный и понятный для него канал заказа. Это всего лишь уже такой метод сказать «я хочу, привезите мне вот это конкретное и розовое и с пуговицами», например. И тогда вопросов не возникает. Это не противоречит тому, что я сказал, потому что я говорю о том, что мой выбор, то есть мое решение заплатить или купить что-то через мобильное приложение во многом будет обусловлено тем, что я знаю, что я покупаю. Если я пошел в магазин, посмотрел, что мне нужен холодильник, стоит там 30 тысяч рублей, я посмотрел холодильник, понюхал, как он пахнет, потрогал полочки, посмотрел, как он выглядит, сколько там морозильных камер, он мне подходит, он мне нравится. Я записал модель, открыл мобильное приложение, заплатил 30 тысяч рублей без сомнений. Но если мне нужно выбрать холодильник, я открыл мобильное приложение, 200 холодильников, я не могу потрогать полочки, не могу посмотреть, как он пахнет, не могу засунуть голову в морозильную камеру, не могу понять, поместится там мой код или не поместится. Я не могу сделать выбор, я не могу принять решение. Это для меня будет рискованно, потому что я боюсь ошибиться. Что касается вот этого психологического комфорта, его здесь не будет. Говоря о eBay, ты сказал, что очень много покупаете на этом сайте, и для меня очень интересно, что вы покупаете, почему вы не покупаете это здесь. Сразу предваряя этот вопрос, цитирую Оскара Хартмана, основателя КупиВип, который сказал, что нужно закрыть границу для интернет-магазинов, которые привозят оттуда, потому что таким образом Россия не способствует развитию интернет-бизнеса у нас в стране. Вот как ты к этому относишься, и что вы покупаете, почему вы покупаете там? Можешь это рассказать? Да, конечно. Прежде всего, я покупаю некую категорию товаров, которая называется Consumer Electronics. Покупаю не потому, что она там дешевле, хотя и это тоже. Если взять eBay, там некоторые вещи не дешевле просто за счет доставки. Доставка, ты покупаешь вещи, если взять Amazon, допустим, к примеру, ты покупаешь книгу за 30 долларов, и 70 долларов может стоить доставка. Без проблем. Я покупаю какие-то вещи, которые я не могу купить здесь. Вот здесь они просто не продаются. Они мне нужны, они не продаются. Это электроника, музыкальная техника. Там примочки гитарные. Я вот увлекаюсь гитарной музыкой, я могу их купить только там. Здесь я их не могу купить. Что касается второго вопроса по поводу того, чтобы перекрыть канал. Ну, я знаю, насколько я знаю сейчас, по этому поводу ведется дискуссия чуть ли не в Минсвязи. Да, да, да. Вот. И интернет-сообщество, которое активно покупает товары за границей, встал на дыбы и сказал, что вы с ума что ли сошли? Давайте это перекроем. Вот. Потому что люди, я знаю, что люди пользуются, даже несмотря на страшное существование Почты России, которые заказы страшно привозят. Люди пользуются покупками. И увеличили порог, если не ошибаюсь, сейчас около 40 тысяч рублей. Я могу беспошлино что-то ввести. Вот. Раньше было меньше. Если Минсвязи, как у нас государство любит вмешиваться в это, вмешается, ну, я не думаю, что они сделают, принесут какую-то пользу. Мне кажется, тут же появятся посредники, которые будут привозить это серым импортам из Минска или из соседних стран. Но мне кажется, что это попытка затыкать пальцем уже трещины в всемирном мировом интернет-дамбе, который уже, в общем, действительно будет выравнивать поток товаров и услуг. В том числе, я даже смотрю больше на такие интересные проекты, как Alibaba, точка ком и другие, ну, как бы, онлайн-торговцы. Вот можешь ли ты рассказать, каким образом они, например, будут приходить в мобильную технологию? И как ты видишь вообще, например, через 10 лет то счастливое будущее, которое мы сейчас строим нашими руками? Вот, в принципе, когда все хорошо. Ну, я хочу сказать, что существует два вида платежей, которые можно сделать при помощи мобильного телефона. Одни платежи я могу купить что-то в онлайне, и индустрия делает это проще. Вторые платежи я могу купить что-то при личном присутствии, и индустрия тоже делает это проще. Оффлайн, имеется в виду использование телефона как кошелька. Да, существует NFC. Все жители Москвы используют NFC, подходя к турникету в метро, кто ездит. Никто не знает, что существует NFC, но все им пользуются, тем не менее. Я знаю, что есть положительный опыт у МТС. Они продают сим-карту с NFC-шным чипом, который реально не привязан к счету телефона, он привязан к банковскому счету. И ты можешь при помощи него что-то купить. И, насколько я знаю, в Starbucks, допустим, можно прийти в Starbucks и при помощи телефона, который поддерживает NFC, купи себе кофе. Если это покупка, не ошибаюсь, по-моему, там тысяча рублей ограничения, то ты можешь это сделать вообще без ввода всяких дополнительных цифр. Если больше тысячи рублей, ты вошь пароль. Это первая категория, она очень активно развивается. Ее поддерживает Visa и MasterCard, вводя PayPass, систему приема платежей. Ну, там есть конкурирующие две технологии, собственно, у Visa и у MasterCard, если я не ошибаюсь. Потому что одна из них PayPass, а вторая из них, не вспомню сейчас название, как стыду к своему, но это тоже вечно идущие разговоры про стандартизацию, на самом деле. Потому что есть NFC двух конкурирующих. Прием платежей. Скажи, пожалуйста, при этом, если вернуться к онлайну, это самый быстрый путь, который покажет, скажем так, что, по твоему мнению, можно продавать сейчас компаниям, которые задают вопросы очень простые? Как мне увеличить количество продаваемых услуг либо товаров с помощью мобильных технологий? Вот твой совет. Мой совет, что сейчас рассматривается все. Сейчас все, что можно продать через интернет, можно продать через мобильное приложение. Другой вопрос, когда вы делаете мобильное приложение, вы должны задумываться о контексте, в котором человек им пользуется. Может так получиться, что некоторые товары просто не стоит продавать через мобильное приложение, потому что мобильный телефон вне контекста. Но мы можем рассмотреть какой-нибудь простой пример, например, продажа еды через мобильное приложение. Это очень активно использующийся людьми способ покупки наравне с веб-сайтами. Веб-сайты были, они будут и сохранятся. Тем не менее, люди переходят и на мобильные телефоны тоже. Есть парадоксальное наблюдение, что находясь дома, люди заказывают через мобильный телефон, хотя у них есть доступ к компьютеру. Потому что проще достать телефон из кармана, нажать на пару кнопок и что-то купить, сделать там, повторить, например, свой заказ. Мы сейчас и коллеги из нашего цеха, мы сейчас занимаемся тем, что планомерно пытаемся улучшить и ускорить процесс совершения платежа при помощи мобильного телефона. Потому что сейчас есть некоторые сложности, некоторые проблемы, которые связаны, прежде всего, с безопасностью, например, банков. 3D Secure – это головная боль у нас всех. Вы выдергиваете пользователей из контекста приложения, отправляете в SMS, он читает SMS. Ну, простым человеческим языком, это когда и Raytheisen, и Альфа-банк, и Сбербанк требуют у меня подтверждения покупки у них на сайте с помощью SMS-кода, либо с помощью специального пароля, либо с помощью дополнительных приложений, которые тоже надо запускать. Да, ну, эти приложения должны быть установлены. Вот. Или, да, нужно ввести код подтверждения, это называется 3D Secure. Это система введена для проверки подлинности. Проблема этой системы для пользователей в том, что я, допустим, имея включенную систему 3D Secure, не могу сделать заказ с iPad, не имея рядом телефона. Мне нужен телефон, у меня сейчас придет SMS-к, я должен оттуда ее прочитать и в iPad ее ввести. Это тоже, в общем, неправильно. Мы сейчас пытаемся с коллегами продумать некую систему или схему, которая ускорит процесс совершения покупки. Я знаю, что существует несколько способов. Прежде всего, если говорить о банковских картах, вы можете договориться, например, с банком, и вам выключат, выборочно вам конкретно, Леониду выключат 3D Secure. Это мой разговор конкретно меня как пользователя с банком и инициатора этого я. Как бизнеса. Да, вы можете договориться, если у вас есть эквайринг, банк, с которым вы работаете, вы можете с ними договориться, они вам выключат 3D Secure. Но вы взамен этого берете на себя все риски, которые могут возникнуть. С процессингом. Да, в связи с тем, что пользователи, ваша система может быть скомпрометирована кем-то. Потому что в противном случае риск лежит на банке, если что-то произойдет. А получается, что даже если вы запустите супер навороченную, отличную систему, навороченную, я имею в виду простую, в первую очередь, покупки, например, железнодорожных билетов, которые мне так не хватает, или авиационных билетов, вот буквально в два клика, то вы берете на себя таким образом обязательство вернуть, например, деньги, если человек потребует и скажет, что у него там что-то не так. Я не могу сказать, насколько мы вернем деньги как бизнес. Здесь, я думаю, что нужно будет договориться с банком об условиях. Потому что в любом случае какое-то подтверждение подлинности должно быть. Например, я знаю, что некоторые используют капчу вместо 3D Secure. Я не знаю, насколько это эффективно. Способ показать, пытаюсь переводить на русский язык жаргон, это окошко, в котором существуют цифры, которые показывают, что вы человек, а не робот, и вы вводите цифры, показывая таким образом, что вы являетесь человеком. Давай пофантазируем. Мне очень интересно, какие самые очевидные категории товаров либо услуг, просится сейчас в мобильный телефон. Это очевидным образом продление оплаты самого мобильного устройства. Это Beeline, МТС, Мегафон, Теледва, которая фактически сейчас реализует очень большое количество каналов приема платежа с помощью смс-ок, с помощью альтернативных платежных систем, будь то Киви или других. Это первый уже шаг, который уже существует в нашем мире. Он уже работает. Да, он уже работает. Мобильный бэнкинг – это то, что очень успешно выстрелило у Альфа-банка, и в дальнейшем это позволяет людям не стоять в очередях, например, оплачивая каждый месяц коммунальные платежи. Что еще? Купи батон, какие-то такие приложения, которые в какой-то момент внезапно окажутся оборудованными системой платежей. Пусть это будет Яндекс.Деньги, или пусть это будет какая-то другая система. Что, по твоему мнению, помимо еды? Потому что каждый день мы все-таки ходим, что-то покупаем, будь то кефир или булочка, или круассан в шоколаднице, или же суши-сет в Якитории. Что еще может продавать? Я думаю, что легко можно продавать все товары среднего сегмента, начиная от электроники и заканчивая книгами. Их легко можно продавать. Книги охотно покупают из интернет-магазинов. Их точно так же охотно можно покупать из мобильных приложений, если необходимо. Есть у Амазона прекрасная модель. Они продают хардшоты, железные физические книги. Плюс вы можете купить для Kindle что-то. Одновременно и тот, и тот товар. То есть, фактически вы покупаете электронную копию, которая ускоряет вам процесс знакомства с книжкой мобильного маркетинга, например. А потом к вам приходит уже и физический экземпляр, который спустя две недели доезжает. Но в Америке это два дня, например, да? Да, но вы можете гораздо быстрее получить. Или даже меньше. Видимо, я живу в другой стране. Нет, если вы на Амазоне, вот у меня рекорд был три дня. Через три дня раздался звонок в дверь. Мне принесли книги из Амазона. Правда, это было сделано потрясающе глупо, потому что мне никто не позвонил. А это был среда, 14 часов. Но ты имеешь в виду, что в этот момент ты не находился в Нью-Йорке? Нет, я был дома. Здесь, как бы в России, в Москве? В Москве, да. Прошло три дня, мне привезли здоровую пачку книг из Амазона. Моя история покупок сейчас числится 28 дней. У меня самая такая история с ожиданием футболок моих любимых. Нет, они умеют. Они умеют. Нет, вот здесь даже Почта России, вероятно, сработала очень оперативно. Проблема в том, что они, конечно, не звонят, но если они придут и тебе что-то передадут, вполне себе. Я параллельно занимаюсь стартапами, нянчусь с ними. И там есть очень интересные проекты, которые мне нравятся. Например, один из знаковых проектов, который получил премию «Стартап года» у бизнес-инкубатора Высшей школы экономики, это проект, который хочет своей массовой идеей придумать систему доставки по всей России. Потому что географическая масштабность нашей прекрасной страны – это самая главная проблема для развития рынка как мобильной коммерции, так и у его большого брата электронной коммерции, сестры. Но вопрос, как ты считаешь при этом всем, должен ли разработчик приложения, например, каким-то образом содействовать, помогать в этих процессах тому заказчику, который приходит и говорит, Антон, вот у нас пачка денег, разработай нам приложение, и мы хотим повысить продажи, но мы будем возить пианино в Дальний Восток, например. – Вопрос в том, должен ли разработчик об этом заботиться? – Да. – Безусловно. Разработчик должен заботиться обо всём. Я считаю, что основная задача разработчика – не только сделать, чтобы это работало, но ещё и помочь и объяснить, как это должно работать. Потому что большое количество людей, если говорить о разработке, которые обращаются за разработкой приложений, они, в общем, знают, что они хотят приложения. Они не совсем уверены в концепции, и по большому счёту они хотят приложения, потому что у кого-то другого уже есть приложения, но они не уверены, нужно им оно или нет. – Какие бы ты советы дал, скажем так, сейчас, пользуясь такой возможностью, потенциально тем клиентам, которые могут прийти к тебе и сказать, мы хотим приложение, но мы хотим продавать, и мы не знаем, как это сделать. Шаг первый, шаг второй, шаг пятый, например. – Я могу сказать, что нет какого-то унифицированного рецепта. Нужно просто встретиться, созвониться, поговорить о том, что люди продают, как они это продают, кто их покупатель. Потому что от того, кто их покупатель, может зависеть выбор платформы. Потому что, допустим, если мы возьмём айфон, это определённая категория людей. У нас это всё немножко размыто в стране, потому что у нас у всех айфон есть. – Я с полгода не согласился, потому что буквально на прошлой неделе я ездил в Питер на замечательном скоростном поезде «Сапсан» и видел там огромное количество мобильных устройств в самом поезде в бизнес-классе. Это было бальзам на душу, мне как человека, который ратует за развитие рынка. Но спрося у аудитории, которая пришла в торговую сеть «Буквоед» на моё выступление, у кого из вас, ребята, есть айфон, подняли руки два человека. Я со сцены и Антон Уткин, который в этот момент приехал из Москвы и тоже пришёл на моё выступление. У всех остальных были «Ноки», «Андроиды», какие-то ещё другие модели, в общем, но ни одного айфона. Поэтому для меня это было как холодный душ контрастный. В этот момент я понял, что это даже наше возможно внутреннее заблуждение. Всё-таки 2 миллиона устройств именно смартфонов, которые, если правильно помню исследование Jason Partners прошлого года, это тот рынок, который был тогда. Я очень рассчитываю, что придут новые данные в этом году и покажут динамику роста. Но что-то пока ещё не складывается ситуация, когда у всех есть смартфоны. Вот твои прогнозы, народный смартфон, например, каким он будет или когда он будет, может быть, ты знаешь? Я не знаю насчёт народного смартфона. Я знаю, что существует игрок под названием «Майкрософт», который выходит на рынок через «Нокио». И существует огромное количество игроков, которые работают при помощи систем Android, начиная от HTC и заканчивая самим Google. У нас сейчас, вот если взять статистику продаж смартфонов, смартфонов, обращаю внимание, у нас порядка 60, больше 60% продаётся Android. Но если мы говорим о том, что мы собираемся что-то продавать через мобильное приложение, мы всё-таки должны рассматривать аудиторию, которой мы это будем продавать. Потому что, ну, представим, что вы продаёте, я не знаю, книги. Вы выбираете, вот вы сейчас все, как делают, сейчас говорят, ну, давайте сделаем приложение для iPhone и для Android. Вы делаете приложение для iPhone и для Android. Причём приложение для Android вам будет стоить дороже просто за счёт специфики платформы, а приложение для iPhone дешевле. Вот вы их делаете, и в итоге выясняется, что у вас 75% покупок происходит при помощи iPhone, а Android практически не скачали. Хотя вы в него вложились и вы считали, что это ваш потенциальный клиент. Я не могу это объяснить, здесь нужно анализировать каждый конкретный кейс, скорее всего. Но здесь возникнет вопрос курицы или яйца, как я могу предусмотреть. То есть, я, конечно, могу себе представить очень чётко профиль целевой аудитории, отсечь студентов, например, с Android, выбрать автомобиль Land Rover, Jaguar, пятый iPhone, четвёртый iPhone 4s и дальше как бы отрезать, но возникает вопрос. До тех пор, пока я не протестирую, наверное, всё-таки не выпущу оба приложения, я не буду иметь эти цифры. Вот вопрос, на что вы смотрите, опять же, в такого рода исследованиях, какие есть рыночные цифры, либо рыночные, скажем так, исследования, которые вы очень внимательно отсматриваете и которые советуете клиентам? Мы отсматриваем продажи по России, на основании этого делаем какие-то выводы, но выводы можно делать и без этих продаж. Можно зайти в любую точку продаж телефонов, посмотреть, что там продаётся. Там продаётся Samsung с Android, там продаётся iPhone, там продаётся какое-то количество старых телефонов с БАДой и ещё с чем-то, которые я не принимаю в расчёт. Вот, в общем, и всё. Мы сейчас рассматриваем две платформы серьёзно. Это iOS и Android. Третья платформа, которую Windows Phone мы рассматриваем не очень серьёзно пока, но тем не менее, я думаю, через год или через полгода она наберёт обороты. Она сейчас уже котируется среди трёх вот этой большой тройки, но пока ещё не очень активно. Пока люди пользуются, но я не могу сказать, что все. Михаил Черномордиков, который приглашён тоже на нашу передачу и будет здесь очень скоро, мне кажется, поспорит с тобой виртуально. Но я же хочу, завершая нашу передачу, подарить тебе книгу «Мобильный маркетинг» с автографом от скромного автора тебе и пожелать тебе, опять же, помогать будущим клиентам в их продажах и очень рассчитываю, что в дальнейшем ты точно так же придёшь с новыми историями успеха в эту студию. Спасибо. Оставайтесь с нами и увидимся в новых передачах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok